это проект русский через истории от а до я аудио курс изучения русского языка по методу storytelling я дмитрий вурбатов и сегодня я расскажу вам личную историю про блины традиционное блюдо русской кухни смотрите видео несколько раз используя поочередно английские и русские субтитры блины долгое время были моим любимым блюдом до одного случая моя мама не умела готовить она была учительница истории в школе где я учился и питался я в основном в столовой но по выходным когда вся семья просыпалась и у мамы не было выхода она готовила самое простое блюдо которое умело блины мы их обожали поскольку в семье было трое мужчин отец и мой младший брат а процесс приготовления довольно длительный блинов никогда не хватало у меня было ощущение что я мог съесть сколько угодно на каникулы меня отправляли либо в пионерский лагерь это очень интересная тема о которой мы как-нибудь обязательно расскажем либо к бабушке бабушка мама моего отца жила в Ивановской области в небольшой деревне из 20 домов это примерно в трехстах километрах от москвы и там не было ни канализации и центрального водоснабжения ни отопления несмотря на сложности я обожал бывать у бабушки ее блины не шли ни в какое сравнение с мамиными она держала корову а потому использовала свежее молоко и масло вообще-то в детстве я ел плохо прямо как мои дети сейчас за одним исключением как только я приезжал к бабушке она спрашивала что тебе приготовить сынок многие так называют внуков ответ был известен всем на каникулы к бабушке приезжал не только я но и мои двоюродные сестры их у меня семеро все хором кричали блины дима хочет блины бабушка ставила тесто чтобы оно поднялось приходилось ждать всю ночь но зато на утро на столе нас ждала огромная стопка блинов которые можно было есть со сметаной маслом или вареньем я ел совсем сразу все наблюдали за мной и диву давались то есть удивлялись сколько же блинов я мог съесть когда дело доходило до десяти бабушка спрашивала ну наелся ли сынок я отвечал на елся баб и продолжал есть дальше до сих пор у нас семье ходит шутка сначала я ем для сытости а потом для удовольствия именно так я каждый раз отвечал на бабушкин вопрос однажды сестра предложила а спорим ты не съешь еще десять штук на что ответил я имея ввиду что принимаю вызов и хочу узнать ставку на рубль сказала она это были немалые деньги например бабушкина пенсия была двадцать пять рублей я выиграл спор но мне было реально плохо несколько лет я потом не прикасался к блинам и моим любимым блюдом стало пицца до следующего пари это была небольшая личная история а если хотите не просто слушать истории но и осваивать с их помощью русский язык приглашаю вас прослушать второй эпизод нашего курса подкаста русский через истории от а до я он посвящен букве б и блюдом российской кухни из эпизода вы узнаете о стереотипах про русскую еду правдивы ли они что на самом деле едят в россии почему русский салат вовсе не русский что такое щи холодец окрошка и пирожки а в премиум версии эпизода вас ждет самое важное практическая часть где вы тренируете языковые навыки понимание на слух и говорение делаете вы это с помощью техник расспрашивания истории обратный перевод и точка зрения переходите по ссылке в описании и продолжим